доброго времени суток всем кто зашел гости в гости на обед в холодную студеную пору как всегда хочется супчика есть ленивые пельмени ленивые голубцы ленивые вареники но есть ленивые фрикадельки ну можно и так сказать в общем и суп с фарша чтобы не делать фрикадельки можно по-быстрому за минут 20 приготовить суп с фарша у меня есть фарш и на днях брала замораживала достала тут немножко 200 грамм как раз на две порции можно так сказать что в суп войдет морковка картошка лучок корень имбиря чесночок шалот немножко грибов в конце добавлю лук порей но в общем основные наборы овощей которые используются для супа веточка сельдерея лаврушка все как обычно все будет готовиться по быстрой технологии обжариваем фарш добавляем морковку лук корень имбиря шалот чесночок обжариваем все заливаем кипятком добавляем картошку провариваем при желании можно добавить томаты можно и добавлять а в конце кто хочет может добавить вермишель или рис готовим быстро супчик из фарша готовить можно либо в глубокой сковороде либо в кастрюльке с толстым дном как кому понравится кто как больше любит у меня фарш зеленью такой часто используется для сосисок для барбекю с него и сосиски но суп тоже получится неплохой все жарю одновременно сейчас натру морковку на терку нарежу мелко лук и все буду обжаривать одновременно практически начали немного мяса и потом добавлю овощи кастрюльку я отправила фарш включила плиту все остальное на готове стоит все готовится очень быстро нарезанный белый лук шалот чеснок морковка пока все будет обжариваться быстро почищу картошку приготовлю из зажарки еще корень имбиря добавлю а также в более светлую часть лук-порей у кого есть белая и сладовая зеленую больше в конце по желанию можно добавить еще помидоры и болгарский перец поджариваем фарш с овощами морковкой луком шалотом чесноком и заливаем кипятком при добавлении воды кипение может образоваться немного над накипь и и легко можно снять получаем сытный очень быстрый супец мяско фарш морковка лук основа супа очень быстро готовится ну и дальше закладываем картошку при желании в зажарку можно было добавить к мясу и к овощам помидоры свежие ну или с баночки консервированные тогда он будет красненький конце если добавить немного риса это будет похоже уже на харчо ленивое харчо скажем так можно добавить конце вермишель в данный момент я закладываю картошку чем меньше картошку порежет тем быстрее она сварится минут пять добавляем специи сухие провансарские травы перец солю я в конце когда картошка будет практически готова у меня еще есть два грибочка а еще у меня есть листик мангольда белую часть я отрежу так я забыла его зажарку добавить и варить его долго а зелененькую я использую тут немножко она не помешает мангольд я больше люблю чем шпинат потому что он не отдает никаким привкусом но это как травка кинул она вроде бы как есть но привкуса большого не дает а если со шпинатом делает там особый вкус получается поэтому мангольд мне нравится больше в этом плане суп почти готов еще немножко для картошки пару минут и осталось заложить грибочек и зелень до грибочка лук-порей и мангольд томаты я никуда не ложила поэтому можно положить перчик болгарский для украшения суп можно сделать еще более сытным добавки какие-то макароны изделия рис какую-нибудь крупу если хотите если будет мало овощей и мясо я как-то покупала макарончики я делала с них затируху я немножко добавлю то есть всего ничего там жменьку добавлю она варится одну-две минуты для себя а также добавляем зелень у меня свежий кориандр у кого нет свежего добавляет замороженную зелень или сухую и еще пару минут на грибы и на зелень мой суп получается вкусный густой насыщенный овощами но опять же каждый выбирает то что он хочет сюда можно добавить и фасолю вот у меня было гриб грибы были я добавила немного грибов у меня был манголь зеленая часть я добавила вы добавляете то что вам нравится основа идет фарш картошка лук морковка для зажарки остальное что найдется по хозяйству то что вы любите также макароны изделия или другая крупа по желанию если хотите чтоб более густой суп был более наваристый суп сварился я наливаю в тарелочку видно немножко макарошки но их чуть-чуть совсем я добавила буквально там одну столовую ложку вот такой супчик получается болгарский перчик для красоты чтобы разбавить как-то гамму цветовую и идем в комнату кушать и так выглядит мой супчик большая кастрюлька моя небольшая кастрюлька дает два раза как бы на два супа на два дня но мне одно достаточно как раз покушать на два дня заходите в гости не забывайте я покармливаю супчиками не только не стесняйтесь подписывайтесь и до новых встреч на моем канале супчик дельмица хочется кушать